здравствуйте приветствую вас на канале про цветок весна конечно уступила свои права мы дождались ее цветут сады и нам кажется что весна будет долго 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 но есть культуры которые надо успеть посеять до 10 мая иначе будет поздно какие это культуры есть целый ряд овощных культур которые имеют длительный вегетационный период то есть больше 150 дней то есть 5 месяцев необходимо для выращивания тех продуктовых органов которые мы будем употреблять пищу так вот если вы успеете их посеять уже потом не получите их урожая конечно они вас будут расти вырастут ну товар на урожая вы не получите потому что и корнеплоды будут что-то мелкое и кочаны те будут вообще никакие в общем труд будет уже напрасен заниматься этим культурой после 10 мая что это за культуры ну пожалуй самый известный культур конечно белокочанна белокочанна капуста белокочанна капуста поздняя сорта вот амагир снежинская наша белорусская капуста вот эти капусты обязательно не будем посеять до 10 мая есть их посеять позже вы не получите товар на урожая получится так как нас белоруси говорят шупляки получат шупляки то есть не качан а просто одна зеленые листья но весь есть листовые капусты которые более скороспелы поэтому с ним меньше успеха вы можете вырастить листовую капусту будет более результативно чем поздно посеянная качанная капуста следующая культура который очень нравится на голубцы многие наши дашники выращивают это савойская капуста эти с гофрированными листиками эта капуста тоже она имеет 150 170 дней вегетационный период поэтому не успеете посеять нас ваша мечта голубцах таких узорчатых капустных листьях останется только мечтой если даже вырасти ее придется моментально съедать потому что хранится капуста капуста посеянная уже не будет далее источник йода краснокочанная капуста краснокочанная капуста имеет также длительный вегетационный период до шести месяцев поэтому тоже срочно высевать эту капусту до 10 мая чтобы иметь хорошие качанчики которые будут храниться у вас до весны далее такая капуста очень интересная который многие любят и мы ведь на прилавках магазинов это позднее со позднее сорта цветной капусты это снежинка и осенний гигант снежинка и осенний гигант посеянные сейчас они вам дадут к осени хорошую головку если вы опоздаете с посевом значит вы уже головку не получится вылезет пару листиков и маленькая маленькая головка единственный способ что можно дорастить но это более хлопотно а так сейчас без хлопот вы можете иметь осенью хороший урожай и весь октябрь месяц вот и месяц своем столу хорошие белоснежные головки этой капусты еще одна разновидность цветной капусты романеску эта капуста также вас порадует при таком пассиве в начале мая хорошим урожаем в осеннюю пору позже конечно уже без результативно ее сеять ну и конечно же кто не видел смесях вот такую капусту надеюсь что в эту капусту все видели брусьевская капуста ее качанчики всегда есть смесяк свежезамороженных овощей так вот для того чтобы иметь его на своем участке также необходимо срочно высеять ну далее конечно трава которая популярна у нас сейчас и корнеплоды и трава на наши участки очень популярна ну и наши дашники выращивают это сельдереи они бывают корневые черешковые листовые так вот срочно высевать а потому что и вегетационный период до 7 месяцев ну за счет того что они хорошо переносят как бы заморозки осенние поэтому смело высевать их начале мая месяца во второй половине мая уже сеять поздно ну листья вы что сможете собрать у листовых а вот уже не получить корня плода и порадочных черешков цвету растения вы уже не получите и соответственно вашей мечты чтобы добавить сельдеревую пищу останутся только мечтами ну далее что очень интересная культура который наши огородники многие ну знают или не знают но выращивали по крайней мере пастернак длинные белые корнеплоды они бывают как удлиненные как вот у меня на этом пакетке семян и они бывают круглые студент сорт называется но там конечно и другие сорта есть вот эти корнеплоды они очень богаты различными витаминами различными полезными веществами и очень вкусны в салатах ну чем-то напоминают морковку только с более ярко выраженным привкусом так что время пастернака также истекает начале мая для того чтобы иметь хорошие корнеплоды которые будут хорошо храниться ну и конечно нельзя же обойти вниманием такую многим любимую культуру как и лук порей лук порей многим нравится и вот беленые головки вы видели в продаже для того чтобы не платить большие деньги при покупке это овоща в его моте вырастить самостоятельно значит высеваем лук порей ну и соответственно я хочу вам такой как бы лайфхак подсказку по луку порею что один раз вырастил лук порей его можно иметь несколько лет квадрат а что делается как бы многие наши огородники осенью лук порей просто-напросто ну выдергивать с почвы достают с почвы и хранят на самом деле это очень холодостойкое растение если оставить почве значит часть донца буквально два сантиметра с корешками оставить зимовать засыпать землей на лук порей на следующий год порадует вас ранним урожаем вы его сможете собирать уже в конце мая месяца в начале июня срезаем лук порей из каждой новой луковички вас на следующий год появится сколько думаете 3-4 новых но опять же после срезки лука порея вас опять будут вырастать новые стебли их можно будет использовать в июле и в августе когда и рассадные что лук поры очень маленький конечно луки порей которые вы будете срезать на зиму они будут меньше в размерах ну то есть толщина этой ножки будет меньше но тем не менее этот овощ не будет сходить с вашего стола но не забываем кроме лука поре что начало мая это последний срок посева лука чернушки на луковицу если вы хотите получить еще луковицу в этом году нас высеваем лук чернушку редко и получим еще луковицу более поздние посевы станут повреждаться мушнистой росой и товарные луковицы вам получить уже не удастся так что вы поняли для того чтобы разнообразить ваш стол овощной осенью необходимо постараться сейчас посеять эти культуры которые вам назвал до 10 мая и вы будете с богатым урожаем а приобрести вышеназванные семена вы можете в наших магазинах процветок как интернет магазине так и стационарном который находится в городе минске рядом с дорожным вокзалом по улице кирова 3 удачи вам и богатых урожаев до свидания